Данный курс позволяет актуариям систематизировать имеющиеся знания, познакомиться с новыми подходами к решению задач и научиться работать с такими общепризнанными инструментами построения тарифов, как обобщенные линейные модели. Данный курс охватывает все стадии работы с вашими данными, начиная с получения данных из внешних источников. Программа статистика позволяет получить данные из баз данных или из файла Excel. Заметьте, что при работе с файлом Excel изнутри программы статистика вы можете пользоваться всем функционалом программы Excel. Важным вопросом при подготовке данных является способ их агрегации. Если вы хотите изучать динамику портфеля в течение нескольких лет, вам потребуется ответить на вопрос, каким образом нужно относить каждый полис или каждую выплату к определенному году. Этот вопрос также подробно обсуждается в курсе. После того, как данные загружены в программу и пройдены этапы чистки и проверки данных, можно переходить к описательному и визуальному анализу, которые нужны для того, чтобы представить ваши данные. Прослушав данный курс, вы научитесь строить и правильно интерпретировать графики, наиболее точно отражающие суть ваших данных. К ним относятся различные гистограммы, диаграммы средних с ошибками, диаграммы рассеяния и другие графики, представленные в программе «Статистика». Например, из данного графика видно, что распределение средних убытков на один страховой случай хорошо согласуется с логнормальным законом. Прослушав данный курс, вы также научитесь формально проверять гипотезу о том, что средние убытки распределены согласно тому или иному закону распределения. В данном случае формально наша гипотеза отвергается критериям Хи-квадрат. Такая ситуация часто возникает на практике, и в нашем курсе мы подробно обсуждаем то, какие выводы должен сделать актуарий в этой ситуации. Для построения модели однофакторного анализа требуется знать, какие из факторов значимо влияют на такие показатели, как частота страховых случаев или средний убыток. Помимо того, что в процессе обучения вы научитесь наглядно и формально проверять влияние факторов на целевую переменную, вы узнаете о том, что такое взаимодействие факторов. Вы также узнаете, на каких графиках можно посмотреть наличие взаимодействия и как учесть его в модели. Например, если мы посмотрим на то, как модель машины влияет на средний убыток, мы убедимся, что в нашем портфеле нет достаточной статистики по каждой модели. Об этом говорит наличие на графике широких доверительных интервалов. В такой ситуации на практике прибегают к объединению похожих моделей в классы. В процессе обучения вы познакомитесь с методами выделения таких классов и способами интерпретации полученных результатов. Большая часть курса посвящена обсуждению и построению обобщенных линейных моделей. Это общепризнанный во всем мире инструмент формирования страховых тарифов. В процессе обучения вы узнаете, как построить модель. Также вы узнаете, как оценить ее качество. А также как построить и сформировать итоговый тариф по полученной модели. По всем вопросам проведения обучения, решения задач или проведения исследований вы можете обратиться в наш офис. Мы всегда открыты для сотрудничества и рады делиться с вами нашими знаниями. Спасибо за внимание.